Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о самых горячих новинках от компании Xiaomi, ведь в свет вышли глобальные версии Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и даже необычный Xiaomi 13 Lite. Новинки в целом получились довольно интересными, мощными, с крутыми камерами и самое главное, поступают в продажу и у нас на местном рынке. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторию отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества, тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Что ж ребята, не прошло и полгода и Xiaomi таки выкатили в свет жирные топчики на глобалку. Спору нет, это конечно не линейка Redmi Note 12, которую мы все вместе ждем уже наверное больше полугода, но все-таки многие ждали именно флагманские Xiaomi-шки. Ну и тут же забегая наперед могу сказать, что по сути никаких глобальных прям отличий между китайскими версиями смартфонов и этими самыми глобалками нет. Как всегда новинки получили другую версию прошивки, что логично глобальную поддержку всех бэндов и некоторые косметические изменения. Ну и конечно же пару сотню баксов сверху. Ну да ладно, для тех кто хочет действительно сэкономить, 8 числа пройдет большая распродажа на Алиэкспресс, где все это Xiaomi топ безумие можно будет купить по адекватной цене. Ну опять же, во всяком случае, говорится о хороших скидках, ну а там конечно смотрим на курс доллара на Алике и так далее. Надеюсь, что цены действительно порадуют. В плане дизайна, в целом смартфончики довольно удачные, любителям плоских дисплеев и компактов Xiaomi 13, так вообще это то, что доктор прописал. На родине, насколько я знаю, он продается даже немного лучше прошки. И сголодался народ по флагманским компактам, ну как ни крути. Ну а так, во всем остальном, мы их с вами уже видели. А вот Lite это нечто другое. Это, по сути, немного переделанный Xiaomi CV второго поколения с небольшими внутренними изменениями. Прошла замена камер, к сожалению, не в лучшую сторону и некоторые другие моменты. Но в остальном, тоже крайне необычный смартфон с этой дизайнерски неповторимой, нигде такого не было и вот опять пилюлей сверху по центру дисплея. Более подробно мы о нем поговорим уже через пару дней в нашем подробном детальном обзоре. Смартфон уже на подходе ко мне. Из побочных плюсов, выход новинок 13 серии должен немного обрушить цены на 12 поколение топов, которое до сих пор неплохо продается. Является отлично сбалансированными девайсами, с приятным дизайном и мощным железом. Пробежался как по Алишке, так и по местным магазинам. И в целом, да, двенашки уже нехило так просели в цене в сравнении с ценами на старте. Их можно смело брать. Я, кстати, смартфончики 12 серии для обзоров покупал в местном магазине. Так, повторюсь, цена была крайне вкусной. Да и сейчас она в целом неплохая. 13 прошку, скорее всего, тоже буду брать тут, как только она появится. А в теории, ее должны привезти уже со дня на день. Ну и как всегда, ребят, чтобы избежать лишних вопросов в комментариях, обязательно ставлю все ссылки на все смартфончики по самым низким ценам, что мне только удастся откопать как на Алишке, так и у нас в стране. Они будут в описании под этим видео. Надеюсь, окажутся полезными. Сердцем обоих братьев 13 линейки стал топовый 8-ядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой работы ядер равной 3,2 ГГц. За график отвечает не менее новый Adreno 740, что же до объема оперативной памяти, то тут тоже все на равных. 13 и 13 Pro получили модификации от 8 до 12 ГБ. Тип памяти LPDDR5X, да и накопителем никого не обделили. Представили модификации от 128 до 512 ГБ, но отсюда под карточку памяти традиционно не предусмотрено. Что касается производительности, то обе новинки идут ноздря в ноздрю, являются самыми мощными смартфонами Xiaomi в мире. Ну, во всяком случае, на данный момент. Оба брата набирают около 1 миллиона 300 тысяч очков в Antutu 9-й версии. Это очень-очень хороший показатель. Плюс производитель заявляет о революционном переосмыслении теплоотвода и теплораспределения, за счет чего смартфон совершенно не будет троттлить. Но тут все как всегда. Так говорят чуть ли не на каждой презентации, а по итогу через 15-20 минут троттлинг-теста график уже просто краснючий. Ну да ладно, как всегда, будем надеяться только на лучшее. Ну а как оно будет на самом деле, покажут наши реальные тесты с FPS, нагревом и многочасовыми троттлинг-забегами. Уж поверьте, новинкам мы спуску уж точно не дадим. Но так, конечно, в плане производительности на бумаге все просто супер. Смартфоны очень мощные. Тут все на ура спокойно могли бы обеспечить геймплей на отметке в 165 Гц. Правда, экранчики они оба получили хоть и не менее революционные, но все же на классический, можно сказать, 120 Гц. У обоих, кстати, стандарта AMOLED E6. У младшего это матрица с диагональю в 6,36 дюймов, у HD+, у старшего на 6,73 дюйма, но с закругленными краями 3200 на 1400 точек. Так что в целом он тоже не гигант, а уже, можно сказать, новая классика. Экраны у обоих, по сути, на данный момент самые передовые, с поддержкой большинства стандартов HDR и шимом на отметке в 1920 Гц. Так что глаза от них выставать, ну уж точно не должны. Плюс есть и защита от синего излучения. Но вот защиты от дырок по центру верхней части дисплея тут, к сожалению, нет. Так вот, фронталочка тут на обоих на 32 Мп от компании Omnivision с электронной системой стабилизации. А вот основная разница, у младшего 13-го набор такой. Главный 50 Мп сенсор от компании Sony, Sony MX800 с оптостабом. Он, кстати, точно такой же датчик ставится на Honor 70. Даль идёт ширик на 12 и телевик на 10 с увеличением 3,2 крата. В целом наборчик неплохой. Но напомню, на китайской версии Xiaomi 12S ставится главный модуль Sony MX707, а он немножечко покрупнее и, мне кажется, тоже немного интереснее. Даль идёт прошка. И тут набор, конечно же, побогаче. Прошка получила топовый сенсор от компании Sony на 50 Мп, Sony MX989, такой же, как ставится на Xiaomi 12S Ultra. Даль идёт ширик на 50 Мп с углом 115 градусов и 50 Мп телевик с оптическим увеличением 3,2 крата и 70-кратным гибридным. Набор действительно крайне интересный по своим возможностям и лишь немного уступает той же Ultra. Но опять же, тут другая оптика, другой софт и все дела. Так что, быть может, окажется, что 13 Pro даже немного обойдёт ту же Ultra. А да, на всех модулях тут есть оптическая стабилизация. Что ж, надо смотреть и сравнивать. Сейчас же на бумаге оба смартфона крайне неплохи. Что до автономности, то младший брат получил баночку на 4500 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной. Старший же может похвастаться банкой уже на 4820 мАч со 120-ваттной быстрой зарядкой, плюс также есть 50-ваттная беспроводная и 10-ваттная реверсивная. К дополнительным особенностям новинок могу отнести, конечно же, максимально свежую 14-ю MIUI на 13-ом андроиде. Крутые стереодинамики, правда, уже не от Harman Kardon. Сканер отпечатков пальцев в экране, защиту по стандарту IP68 и, конечно же, конечно же, NFC. Что ж, до ценников, то базовая тренажка на 8256 начинается от 999 евро, а вот прошка в базе на 12256 уже была оценена в 1299. Спору нет, это уже не так круто, как хотелось бы, но посмотрим, какой сюрприз нам преподнесёт Алик на распродаже 8-го числа. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видео лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok